всем хай с вами enjoy это 154 выпуск enjoy чарта но прежде чем приступить к enjoy чарту прошу вас поддержать меня и мою работу подпиской лайком и комментарием судя по вашему кстати комментариям вам нравится то что все-таки больше я в кадре нахожусь и как-то комментируют топ 30 нашу поэтому в ответ прошу все-таки как-то поддержать хотя бы такими действиями на мы переходим к enjoy чарту аутсайдеров на этой неделе у нас шестеро я не буду долго расписывать кто и как у нас какого места вылетел скажу лишь что неожиданным для меня стал вылет группы а ел с их треком пыла 8 недель она то есть два месяца продержалась в нашем чарте но так как не попало ни в одну топ тройку чартов которые я обозреваю включая в этот топ ну и ваши проценты также и не помогли удержаться в нашей топ-30 садки за в в в в в в в в вот претендентов у нас также по традиции четверо два русскоязычных и два зарубежных опять же не буду особо рассказывать, кто у нас претенденты, чтобы не раскрывать интригу, но лишь расскажу одно. Каждый из претендентов у нас оказался в топ-тройке того или иного чарта, то есть они занимают о, какая у нас гроза, не знаю, слышно или нет, майские грозы в Нидерландах. Но ого ничего себе, гроза гром точней. Короче говоря самым интересным треком оказался дуэт семейного коллектива «Пять утра» и Ивани Дмитриенко. Этот трек также попадает в претенденты нашего чарта. Посмотрим, как вы его поддержите. В третьей десятке у нас сразу два падения. Во-первых, не Лето со своей компашкой, с треком «Громче города» не удержался и покинул сразу топ-10, оказавшись в крайней десятке. То же самое повторил и «Филатов» и «Карас». К сожалению, их новый трек это все, не помню, я потерял довольно прилично позиции и с 12 строчки, не дотянув до топ-10 снова, оказался на предпоследнем месте нашего чарта. Ну и главным супер падением недели стала потеря 22 строчек, и этот кульбит совершил подопечный «Imagine Dragons» Бенсон Бун. К сожалению, не помогли ему ни топ-3 «Шазама», ни ваш 11% поддержки, и этот парень заработал у нас супер падение недели. Ну и что касается новинок. В третьей десятке их две, и обе они из претендентов прошлого выпуска. Кстати, из прошлого выпуска из четырех претендентов трое попали в наш нынешний чарт, и вот двое из них встречают нас в третьей десятке, причем один из них даже открывает. Это Хайди Клум. Смотрим. Продолжение следует... В апреле Света увидела новая пластинка Тейлор Свифт, называется она «Кафедра измученных поэтов». Ну, я так думаю, что многих мог измутить, судя по отзывам, этот альбом, потому что там представлено сразу 31 трек, и 122 минуты вот этого вот откровения от Тейлор Свифта немногие выдержали, к сожалению, но зато выдержали чарты. Многие треки попали во многие чарты, в частности Billboard, Shazam, Spotify и так далее. Соответственно, в нашем чарте новенькие песенки от Тейлор Свифт тоже появились, причем две штуки, и одна из них оказалась во второй десятке. Что касается падения и взлетов, тут нас ждет Мия Бойко, например, с «Навигатором», которая не выдержала конкуренции, оказалась во второй десятке. Ну, а ее другой трек в дуэте с Сережей Лазаревым, «Я, это ты» называется кавер-версия этой песни, наоборот, прибавила пунктиков и подтянулась до топ-двадцатки. То же самое, собственно, сделал и трек от Арианы Гранды, которая все продолжает говорить, что мы не можем быть вместе. Субтитры делал DimaTorzok А уж проще забыть тебя, тебя, чем постоянно, я — это ты, ты — это я, и не я. We can't be friends, but I'd like to just be whatever, whatever, we're never good together, I'll be here and you say that. Если с лидером в топ-десятке на этой неделе без изменений, кто смотрел прошлый чарт, знает, кто у нас на первом месте сохранил свои позиции, то зато можно удивиться тому, что в топ-десятке оказалось сразу три новинки этого выпуска. Одна из них — это та самая новинка Тейлор Свифт из нового альбома, на этот раз в дуэте с Постмалоном, песня называется «Fortnite». Вторая новинка — это претендент прошлого выпуска Бахтии Туркен с песней «Никотин». Ну и самый громкий, самый такой серьезный старт задала у нас Дуалипа с песней «Training Season», и она стартовала сразу со второй позиции. Смотрим. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким выдался чарт, я, честно говоря, даже удивлен, что Голибри и Мавик удержали лидирующие позиции. Удастся ли им это сделать на следующей неделе, в следующем выпуске, и, может быть, первой станет Дуалипа, который стартовал у нас сразу со второго места, покажет время. Голосуйте, оставляйте ваши голоса в голосовалке в нашем сообществе, потому что во многом и вы влияете на то, кто займет первое место. Также лайки и комментарии, как обычно, и до следующего чарта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА